Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы будем с вами говорить о формировке винограда. Я вам расскажу про веерную формировку, расскажу подробно и схематично, как ее можно сделать. Расскажу, как посадить и сформировать виноградник относительно шпалеры. Сначала мы с вами рассматриваем классический вариант формировки. Затем переходим к вопросу, как разместить кусты относительно шпальеры. И третьим вопросом затронем тему, как скоро можно получить урожай. Еще остановлюсь на одном моменте, почему именно веерная формировка. Дело в том, что веерная четырехрукавная формировка наиболее подходящая для наших условий, скажем так, северного укрывного виноградарства или виноградарства для средней полосы. Даже если вы не хотите укрываться в виноградные лозы, такая формировка предпочтительнее, чтобы хотя бы мы могли опускать лозы на землю и таким образом все-таки несколько защитить их от неблагоприятных зимних условий. Итак, вот мы посадили наши виноградные кустики. Как правило, у них будет один побег. Напомню, мы рассматриваем классический вариант. Как правило, это один побег. В первый год он у нас развивается. И в зависимости от силы роста куста, от того, как вы подготовили почву, как вы за этим молодым кустиком ухаживаете, он может набрать различную длину. Это может быть и 30, и 40, и 50 см, и 2, и 3 метра. В конце первого года мы этот кустик обрезаем на две почки снизу. Еще сразу отвлекусь, значит, мы делаем формировку без сучка замещения. Но, честно говоря, тоже часто вы можете встретить, что вот нужен сучок замещения, мы делаем без него так проще, так понятнее, так удобнее. И вот у нас наступает второй год. Из каждой почки, которую мы оставили, а мы их оставили две, у нас начинает развиваться по одному побегу. Итого у нас получаются вот такие вот, скажем так, вилочки. Коричневая – это старая древесина, зелененькая – это новый побег. Вот он у нас растет, растет. И к концу второго года мы опять делаем обрезку, оставляя на каждом из этих побегов по две почки. И так у нас наступает третий год. Как видите, опять же, коричневая – это старая древесина. И вот у нас зелененькие те четыре почки, то есть по две почки на каждом побеге, который мы с вами оставили. Из этих почек у нас вновь начинают развиваться побеги. Вот такие вот уже четыре побега. На третий год на этих побегах уже может быть какой-то первый сигнальный урожай, что я вам, в общем-то, здесь и прорисовала. Дальше. В конце третьего года мы уже особо не обрезаем. Мы оставляем вот эти лозы. Ну, если надо, укорачиваем немножко. Недозревшие коцы, недозревшую древесину мы убираем. И на четвертый год мы вот эти вот, видите, они светленькие, такие светло-бежевые побеги, те, которые у нас были зелененькими в прошлом году, мы их укладываем в горизонтальном направлении на нижнюю проволоку шпалеры. И из них начинают развиваться почечки, идти вверх, и вырастают вот такие вот тоже длинные красивые побеги, на которых уже может быть нормальный полноценный урожай. И в конце четвертого года мы также делаем с вами обрезку, оставляя, заметьте, по одному побегу на каждом рукаве. То есть желтенькие вот это у нас были рукава, и мы оставляем по одному вот этому зелененькому побегу на плодоношение на следующий год, потому что виноград у нас плодоносит на однолетних побегах прошлого года. И когда у нас настает пятый год, мы эти побеги опять закладываем в горизонтальном направлении. Опять же, видите, по цвету, то есть там снизу у нас темно-коричневое, потом шло посветлее. До проволоки у нас идет еще старая древесина, а на проволоке уже, скажем так, лежит вот эта вот светленькая. Это побеги прошлого года, из которых опять начинают развиваться новые зеленые побеги, на которых у нас будет урожай. Но обратите внимание, при вот таком размещении виноградного куста относительно шпалеры, видите, я тут разместила приблизительно два куста. Мы предполагаем, что вот эта шпалера у нас около шести метров. Так у нас разместилось где-то два куста. И посмотрите, во-первых, там, где середина куста, у нас остается, ну скажем так, свободное пространство. Мы, конечно, можем пытаться какие-то рукава закрутить внутрь, но это не всегда удобно, особенно если вы начинающий виноградарь, загнуть эту ветку, думаешь, как ее загнуть, чтобы не сломать. И да, ветки иногда ломаются. Кроме того, обратите внимание, что расположение веток относительно проволоки у нас идет практически под углом 90 градусов. Со временем, когда у нас нарастает старая древесина, опускать на землю нам всю вот эту вот наросшую массу становится сложнее. Потому что когда побег довольно молодой, он гибкий, чем старше он становится, он утолщается, и опускать все это становится сложнее. Поэтому вот именно при такой формировке есть, скажем так, такой неудобный момент. Что предлагаю я вам как альтернативу? Итак, что я вам предлагаю? Использование так называемого нулевого куста. Если в предыдущем случае вы видели расположение виноградных кустов, приблизительно мы им поделили эту шпалерку на два куста, либо у нас, например, один куст садится посерединке, и мы его формируем, то в данном случае шпалера 6, приблизительно 7 метров, и мы садим один куст ровненько по центру, и два садим с краешку шпалеры. Дальше у нас происходит все абсолютно то же самое, как в предыдущем случае. Я уже не прорисовываю все годы. Вот в первый год у нас вырастает по два побега, потом так далее, так далее. Немножечко этот момент пропускаем. И в дальнейшем смотрите, что происходит. Лозу прошлого года, вот она у нас светленькая, мы укладываем друг навстречу другу, приблизительно отмеряя расстояние середины между кустами. То есть середины между кустами мы укладываем нашу молодую лозу прошлого года на проволоку. Ну, дальше она продолжает расти. Тоже урожай я уже здесь не рисовала. Что мы выигрываем в таком случае? Первое, смотрите, в данном случае шпалера у нас практически полностью работает. У нас на ней нет пробелов. Дальше обратите внимание, тоже снизу я прорисовала вот эта многолетняя древесина. Вот она у нас такая толстенькая. Использован коричневый цвет различных оттенков. Ее становится больше. В предыдущем случае у нас ее было немного. Здесь ее становится значительно больше. От корня куста от головы до середины шпальеры. Это все у нас будет многолетняя древесина. И все это идет под острым углом. Таким образом нам будет очень легко укладывать лозу на землю. Фактически нам надо будет только отвязать все от проволоки. И вся остальная конструкция, весь наш куст, он просто упадет на землю. И все. И нам не надо прикладывать никаких усилий и бояться, что мы что-то можем повредить. При этом в таком случае, например, нулевые кусты мы можем садить более крупноплодные. Поскольку мы знаем, что крупноплодные кусты, их надо больше формировать. Соответственно, мы их можем использовать как кусты нулевые. А в середку садить что-то менее крупноплодное, более сильно рослое. Кому надо дать место на шпалере несколько больше. Вот смотрите, как это выглядит в реальности. Вы видите, начало нулевой куст. Вот пошли его рукавчики. Видите, куст в середине. Сейчас хорошо как раз весна. Нету зелени. И поэтому все очень наглядно. Вот у нас центральный куст, у которого рукава идут на две стороны. И вот там у нас еще один нулевой куст, ветки которого идут к центру. И последняя картинка, о которой мы с вами сегодня поговорим, это на какой год можно получить урожай. Как я говорила в начале видео, мы рассматривали классические случаи. И там вы видели, что на третий год, как правило, виноградный куст уже может показать какую-то сигнальную гроздочку. Но бывает так, что наши кусты развиваются очень-очень хорошо. Они сильные, они дают мощные, хорошие побеги. И уже на второй год мы можем получить урожай. Если вы видите, что в первый год у вас выросла хорошая длинная лоза. Ее может быть даже, это может быть не один побег, а два. И они полностью вызрели к осени, мы можем практически полностью их оставить. Но напомню, если у нас хорошая сила роста, то есть нормальная толщина лозы, нормально все вызрело, мы ее можем оставить. На следующий год ее же положить в горизонтальное положение, закрепить на нижней проволоке. И уже даже на второй год мы можем получить какой-то сигнальный урожай. Единственное, помните, что куст надо чувствовать. И не стоит гнаться за вот этим урожаем, потому что если мы перегрузим куст, у него будет мало сил, чтобы перенести следующую зиму. Поэтому мы можем оставить одну-две гроздочки. Опять же, в зависимости от того, как куст растет, чуть-чуть оставить, чтобы посмотреть, что будет происходить. Ну и обрезка, опять же, если куст был хороший, сильный, то мы можем уже оставить сразу два побега на плодоношение на следующий год. И сформировать на следующий год уже два рукава. Если у нас в первый год выросло два мощных побега, на второй год, у меня здесь показано, мы в одну сторону его загнули. Если было два побега, значит мы в разные стороны, либо если это у нас нулевой куст и одна плоскостная шпальера, мы два рукава положили в одну сторону. И на третий год мы уже получаем четыре рукава, ну и полноценно сформированный куст. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будут мои контакты и каталог наших сортов винограда. И, конечно, до новых встреч. Пока!